Балет Балеты и танцы в городе Калкари Я приехала с Солнечного Узбекистана, с города Ташкента Закончила балетную школу при хореографическом училище Дальнейшее мое образование было в эстрадно-цирковом отделении при Институте культуры По классу педагог-хореограф и мастерство цирка Проработав какое-то время в театре, я попала в цирк, куда меня пригласили В Ташкентский государственный цирк, где я проработала 10 лет Конечно, я не находилась так долго в Ташкенте Мы ездили в разные страны, Россия, Украина, Эмираты, очень много Это был второй большой коллектив в городе Ташкенте, цирковой коллектив Он занесен в цирковую книгу У нас было около 50 человек Я работала там, выступала гимнастка с оберчами, артистка цирка И также преподавала хореографию для детей, из цирковых семей детям И также ставила постановки цирковых номеров У меня есть двое детей, мальчику 7 лет и девочке 4 года Вы знаете, когда я приехала в город Калгари Родила дочку здесь, 2 года воспитывала ее Ну, не хотелось что-то такое обратное Я наткнулась на объявление в русской газете Здесь принимали как бы в студию русского театра Юношеская студия Я позвонила к ним, и они пригласили меня к себе И как бы отзанимавшись 3 месяца у Валерия Пашчука И даже сыграв в юношеском спектакле Мне в один момент пришла такая мысль Здесь есть русский театр Почему бы не открыть русскую школу балета и танца Балет, танцы, как бы здесь, их студий очень много Но я стала ориентироваться на русскоязычную публику Я принимаю детей с 2 лет Группы идут с 2 до 3 лет Также занимается эта группа с мамами, с родителями Но, как правило, родители первый месяц только с ними Какие-то упражнения делают, чтобы ребенок привык А потом уже мамы садятся А детки занимаются со мной Я готовлю их сразу Ставлю позиции Ну, это, конечно, в игровой форме Как бы с предметами определенными Обручи, мячики Ну, чтобы было веселее Следующая группа идет уже постарше Уже постарше детки 3,5 года Как бы распределяются тоже Немножечко в игровой форме Но уже более стоим у станочка Первые какие-то шаги балетные Третья группа идет уже 4 года Ну, как бы подразделяется Немножко сложновато 3 и 4 Я вот до сих пор не могу разобраться Стоит ли ты вместе делать детей 3 и 4 лет Дело в том, что 3 года подготовка идет 4 года уже ребенок намного больше понимает Следующая группа уже идет у меня 4-5 лет Там уже более-менее занимаемся у станочка Середина Уже дети знают позиции Уже идет основа балета Дальше следующая группа идет Начиная с 6 до 8 лет Мы уже выступаем с ними Есть определенная группа, которая посещает намного больше занятий Это группа, которая готовится на конкурсы И также на определенные концерты Последняя группа, детская группа Это с 10 лет и уже до 14-15 лет Как правило балетом надо заинтересоваться И самый такой пик это 6-7 лет Потом начинается снижение уже Немножко другое, другое направление Современные танцы, хип-хоп И как бы надо немножко заинтересовать А еще у меня есть группа, где занимаются взрослые со мной Это как правило мамы наших деток Которые хотят выглядеть красиво Научиться танцевать Может быть кто-то и занимался когда-то Вернуть это все то же самое И участвовать, конечно же, в фестивалях Взрослая группа, специально эта группа участвует в фестивалях Я оказываю помощь в ипотечном кредитовании Будь то покупка недвижимости, перефинансирование Или заключение ипотеки на новый срок Рынок ипотечного кредитования является очень конкурентным И так как я работаю с большинством банков и трастовых фирм Канады То низкие проценты и выгодные условия – это мой профиль Сегодня рынок ипотечного кредитования имеет две тенденции Первая тенденция связана с ужесточением правил выдачи ипотеки Например, сократился срок максимальной амортизации с 30 лет до 25 лет на ипотеке с государственной страховкой В этом случае размер ипотеки, которую можно получить, значительно уменьшился Однако мы в этом видим гарантию того, что люди покупают себе именно то, что они могут позволить Особенно в период растущих цен и повышенных кредитных задолженностей Вторая тенденция более позитивная – это низкие проценты Они продолжают нас радовать и прогнозов, что проценты будут повышаться, пока нет Как и в прошлом году, фиксированные проценты остаются наибольные популярными И составляют примерно 80% от всех заключенных ипотек По моему опыту, люди предпочитают фиксированные проценты на 5 лет И это совсем не удивляет, потому что закрыть ипотеку под процент ниже, чем 3 на 5 лет – это очень даже выгодно Я очень люблю свою работу Мне нравится, что я помогаю людям и делаю процесс получения ипотеки быстрым, доступным и без лишних стрессов Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, я буду рада вам помочь И что немаловажно для моих клиентов, мои услуги абсолютно бесплатны Большинство родителей интересует вопрос А способна ли моя дочка или сын к балету? Есть ли балетные данные? Вы знаете, я не скажу, не смотрите, есть ли балетные данные Если ребенок хочет заниматься, если есть большое желание, усидчивость, он может добиться всего Я не иду по тому пути, ваш ребенок способен или нет Если есть желание, то все будет Я советую заниматься балетом, подготовкой к балету с 2 лет Конечно, если ребенок не боится, не плачет, если ему нравится, чем раньше, тем лучше Отдавая ребенка на танцы, от родителей требуется поддержка, самое главное – моральная поддержка Они должны объяснить ребенку, что это искусство Меня зовут Ирина Соловьева, и мы приехали из Москвы, эмигрировали в Канаду в 2005 году и приехали в Ванкувер Были очень довольны, прожили там 7 лет, но потом решили переехать в Калгари У меня двое детей, и одна родилась еще в Москве, мы приехали, когда я был годик, а вторая родилась уже в Ванкувере Ну, наверное, старшенькая занимается с 5 лет, может быть, с 6, точно не помню, ей сейчас 9 А младшая второй год занимается, ей сейчас 5 И я еще в Ванкувере нашла Алю, скажем так, Miniatur School of Ballet and Dance Я была удовлетворена методом преподавания балета Во-первых, дисциплина, намного серьезней подход Прогресс, который сделала моя дочь Дарья за эти несколько месяцев, ну, даже не сравним с тем, что Чего она достигла за 3 года до этого в Северном Ванкувере Может быть, конечно, это связано с возрастом Сейчас она постарше, более серьезно относится Но, честно говоря, я вижу метод преподавания и могу сравнить с тем, который я видела раньше Намного более серьезный Дети намного-намного больше работают Меньше, скажем так, бегают, играют, развлекаются И результаты, которые они достигают, намного существеннее Даже в деталях Если они отрабатывают какой-то ПА, то они действительно его отрабатывают и получают результаты Та группа, которой девочки занимаются по нескольку раз в неделю Это профессиональная группа, где мы готовим их, отрабатываем определенные танцы Которые требуются на концертах и также на конкурсах и на фестивалях И первые места занимали, и жюри нас выбирало Записали нас как незабываемые Это было в прошлом году В этом году пришли новенькие девочки, как бы, ну, заняли второе место Субтитры делал DimaTorzok Также мы выступаем на концертах, посвященных Дню Победы, 8 марта Приглашают также нас и в дома престарелых Дети очень любят выступать там И пожилые любят их Они очень рады, когда дети приходят В основном нас приглашает выступать русская община Калгари Многие родители дают детей для чистого развития Для пластики, для музыкального развития Также чувств внутренних, чувств зрения очень хорошо развивает Растяжка идет хорошая Подготовка тела Девочка становится на самом деле красивой Очень красивой, пластичной Как бы также лишний вес уходит Весна и лето, как правило, очень заполнены концертами, фестивалями Ближайший концерт будет проходить в честь Дня Победы Я рекомендую пойти на балеты Которые проходят под Новый год иногда И весной тоже приезжают Как правило, каждый год приезжает Московский балет здесь С Золушкой, со спящей красавицей Я рекомендую взять детей на представление Мне очень интересно, что происходит в России Какие школы там, помимо хореографических училищ Какое направление сейчас очень как бы в моде, я так думаю Ну, балет, конечно, остается всегда балетом В основном у меня приходит Вот я обучаю детей, ставлю танец И у меня приходит... Вот музыка идет И я могу поставить танец за один урок Конечно, если какие-то танцы, готовящие на конкурс Я сижу, и неделя это дается И месяц я могу ставить, менять движение Уже поставила, дети танцуют Нет, мне это не нравится Я говорю, так, ты здесь, ты здесь Меняем положение полностью Меняем движение, давайте вот так Ну вот, все идет в течение процесса Идея рождается Идея, скорее всего, рождается в процессе постановки В процессе работы, практики танцев Я хочу пожелать своим деткам продолжать обучаться Слушаться меня И, конечно, больших успехов Больше выступлений Я знаю, им очень нравится выступать Танцевать Больше концертов, фестивалей, конкурсов А родителям своим я хочу пожелать Запастись большим терпением Оказывать детям поддержку И забирать чуточку вашего личного времени И отдавать его своим детям Так, все ли я сказала? Может, не все? Ну, если не сказала Приду еще раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok